Посторонним вход запрещен. За высоким забором с сигнальной табличкой живут незаменимые помощники военных – служебные собаки. Они настороженно принимают чужих на своей территории. Но если не чувствуют агрессии, со стороны посетителей спустя некоторое время даже дадут себя погладить. Многим воинским подразделениям просто не обойтись без чуткого обоняния зоркого глаза и моментальной реакции четвероногих бойцов. У нас они поступают молодыми, маленькими полугодовалыми, когда годовалыми собаками. И мы с ними по определенному направлению занимаемся. Сначала начинаем с общего курса дрессировки, то есть с послушания. Потом мы смотрим на характер собаки, куда она предназначена. Готовят собак для патрульно-розыскной, минно-розыскной и караульной службы. Четвероногие помощники военных могут по запаху опознать нарушителя. В условиях закрытого города они задействованы в охране режимных объектов. А некоторые могут определить и местонахождение взрывчатого вещества. Ее зовут Мина. Она занимается поиском взрывчатых веществ. Неоднократно за это занимала призовые места в соревнованиях со служебными собаками. Как и по дивизии, так же и среди приорусского регионального командования. В кинологический городок в воинской части собаки попадают из специального приемника. Предрасположенность к тому или иному роду службы напрямую зависит от породы. Так, немецкие овчарки достаточно универсальны. Они подойдут и в патрульно-розыскной работе, и в поиске взрывчатки. Учитывают кинологи и характер собаки. Если собака более агрессивная, то мы ее берем в патрульники. А если более лояльна и спокойна, мы ее берем в минно-розыскную службу. Первоклашкам показали, чему может научиться служебная собака, пройдя курс подготовки в кинологической службе. Трюки, выполнение команд-хозяина и самое зрелищное – реакции четвероногого бойца на потенциального нарушителя. Хорошо! Молодец! Собаки такие хорошие, и они могут учить след, и очень хорошо появляются дрессировки. Я вообще узнала нового для себя, как собака перепрыгивала через стенку. После экскурсии ребята смогли задать кинологам вопросы о понравившейся породе, сфотографировать собак и даже погладить четвероногих помощников военных. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24.